И последняя часть седьмой лекции. Практические приемы описания свойств на LTL. Здесь мы кратко резюмируем изложенное выше про логику LTL и рассмотрим, каким образом стоит по свойству на естественном языке формулировать его спецификацию на логике линейного времени. Итак, важные моменты. Первое. Выполнимость формулы LTL проверяется только для первого состояния на трассе. Если об этом забыть, то с составлением правильных формул будут большие проблемы. Потому что вы будете считать, что, скажем, в случае, если у вас записана импликация, что второй аргумент будет проверяться только после того, как истинит первый. Второе. Ничего подобного. Оба аргумента импликации будут проверены в одной точке. Второе. Темпоральные операторы управляют проверкой выполнимости своих аргументов. Поэтому, если вы хотите, чтобы формула была выполнена не только в начальной точке, нужно использовать темпоральные операторы. Сложное свойство можно и нужно строить как суперпозицию простых. И, наконец, суперпозиция темпоральных операторов не ограничивает диапазон действия вложенного оператора, в отличие от вложенных фраз на естественном языке. Пройдемся по этим пунктам более подробно. Выполнимость формулы LTL определенна и проверяется только для первого состояния трассы. Выполнимость под формул уже нет. Выполнимость под формул, область проверки выполнимости под формул регулируется темпоральными операторами. Единственный оператор, который может ограничить сверху, то есть справа, если наша шкала времени идет вправо, то справа, проверку выполнимости формулы, это оператор ANTIL. Поэтому описать свойство, которое выполняется на каком-то участке программы без оператора ANTIL ни в коем случае не получится. Составлять сложные формулы нужно методом суперпозиции простых. Внешняя формула задает, на каком участке вычисления будет проверяться под формулу. Под формулу задает те свойства, которые проверяются на этих участках. Рассмотрим пример. Пусть у нас есть свойства. В ходе одного вызова функция f значение x не превышает 3. Здесь очевидно есть две части. Где мы проверяем формулу и что мы проверяем. Формула при этом будет выглядеть как g от f. Давайте разберемся с тем, что мы проверяем. Записать вот так мы это не можем. Нужно ввести пропозициональный символ А, который истинен в случае, если x меньше либо равно 3. В этой ситуации функцию f вполне достоверно можно записать следующим образом. Всегда А. Классический вариант. Давайте посмотрим, где мы проверяем. Как будет выглядеть формула g. Если мы поставим метку на вызов функции f, то мы можем записать g следующим образом. Всегда, если мы пришли на функцию f, то выполнимо f. Это будет неправильная формулировка, поскольку формулу f мы будем выполнять в точке lab f. Соответственно, если там, скажем, инвариант, то он будет проверяться для всего участка пути за первым вызовом f. А нас интересует проверить до выхода из функции. То есть, вот такая запись будет проверять вот на таком участке от первого вызова функции до бесконечности. Нас интересует проверка только в точках от вызова функции до выхода из нее. Определим две метки. Вход функции. Выход функции. И запишем формулу g следующим образом. Всегда, если мы вошли в функцию b, то начиная с этой точки, истинно, что f выполняется до момента выхода из функции. Теперь давайте подставим одну формулу в другую. f поставим в g. Если мы просто подставим, получим вот такую запись. Выберем все, что здесь происходит. Проверка выполнимости формулы φ происходит в начальной точке трассы. Здесь, в точке fb, становится истинным первый аргумент импликации. Следовательно, в этой точке и только в этой точке мы будем проверять выполнимость антила. Антил выполним, либо если достигнут f от e, либо если истинен его первый аргумент. То есть на этом участке мы будем проверять выполнимость всегда а, первый аргумент антила. Но область действия всегда, область действия оператора всегда не ограничивается антилом. Поэтому проверка выполнимости а будет производиться, начиная с точки fb до бесконечности. Правильная формула будет выглядеть следующим образом. Здесь а мы будем проверять ровно на этом участке. Помощь в формулировке свойств может оказать библиотека шаблонов LTL. Здесь вот указан адрес сайта. Я надеюсь, что библиотека шаблонов лежит все еще по этому адресу, где рассмотрены шаблоны различных типовых свойств для разных видов логики. Логики линейного времени, логики ветвящегося времени, графической интервальной логики и так далее. Идея следующая. Создатели сайта собрали несколько тысяч, я думаю, словесных описаний реальных свойств из разных областей. Эти материалы тоже выложены на сайте. Проанализировали эти свойства и выделили типичные шаблоны. Здесь представлено дерево иерархии шаблонов. Свойства встречаемости, свойства порядка, приоритет, отклик, отсутствие, существование, универсальность и существование на заданном интервале. Для каждого шаблона существует 5 вариантов формул. В качестве примера 5 вариантов формул для шаблона отсутствия. Всегда. Всегда отсутствует. Всегда не P. Перед R. P отсутствует. То есть P ложно перед R. Если рано или поздно у нас встретится R, то всюду перед ним не P. После Q. Всегда. Если мы встретили Q, то далее всегда не P. Между R и Q. Всегда. Если мы встретили R. В данной точке не выполняется Q и рано или поздно будет Q. Тогда не P до Q. И наконец. После R до Q. Всегда. Как только мы встретили R и в данной точке ложно Q. Мы начинаем проверять не P до Q. Либо если Q не встретится, P должно быть всегда ложно. В чем разница в этих двух формулировках? Между R и Q и после R до Q. Давайте рассмотрим выполненность этих формул на трассах. Всегда. Понятно. Перед R. Это означает проверку перед первым вхождением истинного R. После Q. После первого вхождения истинного Q. Между R и Q. Это после R перед Q. И после R до Q. Это начиная с R, пока не встретится Q. Если Q никогда не встретится, то мы будем проверять это свойство до бесконечности. На что здесь еще стоит обратить внимание? То, что здесь идет проверка R и не Q. Но если у вас R и Q говорят о, например, значении одной и той же переменной, то есть, например, после х, равного 1 до х, равного 2, то вот такая запись, очевидно, будет избыточной, потому что вы фактически проверяете, что одна переменная не имеет двух значений одновременно. И при выполнении практикума подобная запись будет считаться ошибкой, потому что она означает, что вы не понимаете смысл тех пропозициональных символов, которые используете в своих формулах. Учтите это. Ну, в общем, на этом все. Продолжение следует...